Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший домашний кетчуп. Этот рецепт практически такой же, как у Генри Хейнса. На сегодняшний день это один из крупнейших производителей кетчупа и самого вкусного в Америке. Я немножко расскажу вам о истории названия этого продукта. Еще в 17 веке в Англию из Малайзии или Китая, никто точно не знает, был завезен соус на основе ферментованных анчоусов, грибов, фасоли. Это была такая паста, которая в общем-то очень понравилась англичанам и они с удовольствием его кушали. Название у него было кетчап, что переводится сок баклажана. Так вот, получился парадокс. Американцы придумали кетчуп со всеми его ингредиентами, а название азиатское. Хорошо, давайте приготовим домашний кетчуп. Что нам для этого нужно? Я беру две баночки итальянских консервированных томатов, томатную пасту, уксус. Как всегда, я предпочитаю яблочный уксус, но лучше было бы возможно использовать красный винный уксус. Но в принципе вкусовые качества от этого не изменятся. Соль молдон, морская соль, коричневый сахар, это сахар тростниковый, он видите практически натуральный, у него минимальная химическая очистка. Затем нам понадобится бадьян, или же его еще называют анисом стар, звездочка аниса, корица, черный перец, и перец чили. В данном случае я использую перец аджи. У него очень выразительный и вкусный аромат, это любимый перец в Мексике, в латинских странах Америки, в Испании, в Португалии. У него замечательный вкус, более выразительный, чем простой чили. Но в случае, если у вас нет аджи, пожалуйста, используйте обычный чили. Да, я забыл сказать, что нам нужно половину луковички, красной желательно, но если нет, возьмите белую. Головку чеснока я использую, да, вот так вот много. И пол веточки сельдерей. Давайте начнем. В принципе, вы можете овощи резать произвольно. Нет необходимости прям нарезать так мелко, как я, потому что мы будем все это молоть блендером. Именно сельдерей даст тот самый вкус кетчупа Хейнс. Многие не используют сельдерей для изготовления кетчупа, но я вам скажу, что это очень важный ингредиент, и если вы его используете в своем рецепте, и попробуете готовый продукт, то вы скажете, да, действительно, это очень вкусно. Хорошо. Подогреваем нашу кастрюльку, добываем оливковое масло. Итак, овощи нарезаны, давайте поджарим их. Наша задача поджарить эти овощи, да, так, чтобы они раскрылись, чтобы они получили немного цвета. Мы с вами приготовим специи. Весь, всю звездочку использовать не нужно. Возьмите буквально вот два кусочка от звездочки. Возьмем черный перец. Итак, я положил в ступку черный перец, два кусочка бадьява или же они старт, и чили. Палочку корицы я положу в сам соус, и потом его вытащу, когда соус будет готов. Ну вот, пошел замечательный аромат чеснока, лука, сельдерей, начинает раскрываться. Ложим томаты. Я предпочитаю целые томаты, потому что у них более полный вкус. Так, давайте сделаем чуть-чуть тише, чтобы наш соус не подгорел. Можно помять вилочкой томатную пасту. И все на маленьком огне томим. Давайте потихоньку будем добавлять специи. Я буду добавлять их на свой вкус, и внизу под видео я вам дам полную раскладку необходимого количества. У нас с вами получилось 800 грамм томатов и 140 грамм томатного пюре. Делаем минимальный огонь. Можно добавить немного воды, полстакана воды, для того, чтобы наш соус вел себя немного спокойнее. Нам нужно же его прогреть, чтобы довести его до кипения, так, чтобы специи раскрылись. Добавляем. Начинаем столовая ложка уксуса. Ну, меньше половины столовой ложки соли. Ну, вы должны помнить, что это соль Молдон. Она не такая соленая, как наша обычная соль. Поэтому добавляйте понемногу. Потом, в конце, когда соус будет готов, вы лучше досолите. Большая полная ложка сахара. Даже добавлю две. Потому что, как правило, кетчуп имеет сладковатый вкус в сочетании с кислотой уксуса, ну и кислотой самих помидор. Сейчас мы должны это поварить 10 минут максимум, для того, чтобы соус прогрелся, дошел до кипения и специи раскрылись. Добавляем специи. То, что мы с вами намололи. Уложим палочку корицы. Не забудьте, палочку корицы мы потом с вами вытащим. Потом она нам уже не понадобится. Чуть-чуть сильнее. Попробуем. Вот уже тот самый замечательный вкус. Я бы добавил еще сахара. Вот так, сахара. И немножко соли. Немножко соли. В вашем случае, когда вы будете готовить для себя, все пробуйте. В принципе, такие вещи, как при изготовлении или майонеза, или же кетчупа, необходимо постоянно его доводить. Остроту также вы можете регулировать. В данном случае у меня где-то чайная ложка перца аджи. Он мягче, он не такой острый, как чили. Поэтому я не побоялся положить чайную ложечку. В вашем случае, возможно, вы положите половину. Или же добавите больше, если вы любите очень острый. Ну вот. В принципе, еще 3-4 минуты. И наш соус будет уже готов для того, чтобы его разбить блендером в пасту. Великолепно. Вот если вы любите майонез «Хэнс», вот практически такой же вкус. Благодаря тем самым секретным специям. Итак, наш соус варится. Ему осталось буквально еще, может быть, 5 минут. И сейчас мы должны добавить очень важный ингредиент. Это гвоздика. Я не стал ее добавлять сразу, потому что у нее очень выразительный аромат. Ее лучше добавлять в конце. Берите 4-5 бутончиков. Точно так же молим в ступке. И ложим в соус. Как раз через 5 минут соус будет готов. А гвоздика, она не слишком будет агрессивно звучать в окончательном продукте. Хорошо. Сейчас я попробую. Замечательно. Очень вкусно. Очень вкусно. Это мы еще не закончили. Ну, я убираю корицу. Она нам больше не нужна. Соус у нас, в общем-то, готов. Сейчас мы его будем молоть. Обратите внимание, какая у него густота. То есть он не должен быть слишком густой, но и в то же время не слишком жидким. Ну, вы же знаете, какая должна быть констиненция у кетчупа. Потому что когда он остынет, он станет еще гуще. Так, давайте его помолим. Так, наш кетчуп практически готов. Последний этап. Последний этап. Кстати, если вы видите, что он, допустим, будет слишком жидковат, вы можете его еще немного поварить. В моем случае я доволен. Все отлично. Сейчас мы его должны пропустить через такое сито. Для того, чтобы наши крупные специи, которые мы положили туда, были профильтрованы. Давайте протрем. Ну вот, обратите внимание, что у нас с вами получается. Вот они. Все крупные кусочки. Специи. Остатки овощей. Все осталось здесь. Давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Ну вот, после фильтрации он совершенно выглядит так, как магазинный кетчуп. Но только вкус у него совершенно отличается. Здесь нет никаких загустителей, нет химических добавлений. Ну вот. Замечательный кетчуп. Давайте мы его сейчас остудим и встретимся через час, через два. И посмотрим, как он будет выглядеть в холодном виде. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну вот, наш кетчуп готов. Посмотрите, он какой красавец. Совершенно нежная, мягкая структура. Так, как должен выглядеть кетчуп. В принципе, как и выглядит кетчуп «Хэнс». Я еще раз вам скажу, что это базовый рецепт. Если вы считаете, что нужно добавить больше соли, добавьте. Если вы считаете, нужно убрать уксус, уберите. Хотите добавить больше сахара? Пожалуйста, экспериментируйте. Но просто придерживайтесь вот этих правил, которые мы с вами сейчас видели. Используйте те специи, которые я вам предлагаю использовать. Конечно же, опять же, если вам что-то не нравится из этих специй, не используйте. Это, как говорят англичане, it's up to you. Хорошо. Давайте попробуем. Ну, супер кетчуп. Очень вкусный, очень вкусный. В выразительной травке чувствуется и лук, и чеснок. Глазничка. Ну, замечательно. Кстати, этот соус мы будем использовать в следующем моем видео, где я буду готовить «Фиш энд чипс». Дословно переводится как «рыба и картофельные палочки». То есть, это любимое блюдо в Англии, в Ирландии, в Америке, практически во всех странах, где говорят на английском языке. Посмотрите, замечательное блюдо в сочетании с этим соусом кетчуп домашнего приготовления, с нашим майонезом, который вы уже, возможно, видели в видео. Если нет, я вам дам ссылку под этим видео. Пожалуйста, посмотрите. Большое спасибо вам за просмотр. Жду вас в следующий раз. До свидания.